Здравствуйте. Я хочу представить тему доклада автоматизации киберполигонов в образовательном процессе высших учебных заведений. Тема, которая была рассмотрена, это методы и технологии, которые используются для подготовки специалистов в области информационных технологий. Я также продемонстрирую решение, которое было разработано в учебно-исследовательской лаборатории торговой нефтегаза. Подготовка современных специалистов в области информационных технологий требует большого объема практики. Теоретические знания важны, но без практического применения они не дают полного понимания навыков, необходимых для работы в реальных условиях. Практическая подготовка позволяет студентам не только закрепить полученные знания, но и научиться решать реальные задачи, с которыми они столкнулись в профессиональной деятельности. Основой практической подготовки является материально-техническая база образовательных организаций. Фажнейшим элементом этой базы являются киберполигоны, которые позволяют не только продемонстрировать различные технологии, но и проводить полномасштабное моделирование, технические сессии по развертыванию, настройке, конфигурации и обеспечению безопасности различных инфраструктур. Киберполигоны представляют собой систему виртуализации с набором скриптов для базовой автоматизации, что делает их незаменимым инструментом в образовательном процессе. Однако большинство коммерческих решений довольно дорогостоящие. Целью данной работы было создание доступной платформы, которая бы удовлетворяла потребности образовательных учреждений и обеспечивала высокое качество подготовки специалистов. Проект был реализован в рамках учебно-исследовательской лаборатории этого РГУ нефтегаза и на базе платформы альтоферктуализации в режиме PVE. Для автоматизации у нас использовались, был выбран скриптовый язык BASH и с применением технологии Takuemi Ghost Agent. Это значительно упростило и ускорило процесс создания виртуальных средств для обучения. У нас были проверки, такие как конфигурационные проверки. Они осуществлялись за счет парсинга конфигурационных файлов, что позволяло проверить качество написания конфигурационных файлов, их структуру и соответствовать различным стандартам и требованиям. Также была функциональная проверка. Она позволяла убедиться, что технологии реализованы на той или иной мере, однако существует риск, что участники тренировки будут находить нестандартные решения, которые не применяются на предприятиях и в организациях по различным причинам. Комплексная проверка у нас была разработана, которая подразумевает использование обоих этих методов с учетом сложности первоначальных поставленных задач. Это в нашей системе акцент делается не только на функциональные тесты или парсинг файлов, но и на автоматизацию выполняемых рутинных задач экспертов и преподавателей. У нас, получается, мы использовали гипервизор альтофиртуализации в режиме TPWE. У нас был определенный шаблон, который мы заранее сконфигурировали. В этом шаблоне у нас находится вложенная виртуализация, тоже, которая крутится на альтофиртуализации. И в зависимости от задания, которое было поставлено, там имеется набор виртуальных машин и виртуальный рутер. Мы с помощью основной виртуальной машины запускаем скрипт, который мы указываем скрипту, сколько нам нужно создать стендов. У нас получается один шаблон, это один стенд. Наша инфраструктура позволяла нам развернуть до 29 стендов одновременно. Для проведения тестирования для 29 человек. Получается, мы указывали, что нам нужно создать 29 стендов. Плюс, после того, как у нас происходило клонирование, у главного роутера мы также создавали IP адрес нашего роутера, потому что, получается, на нашем стенде у нас ISP смотрит как раз в сторону интернета. И для того, чтобы не было проблем, у нас мы, получается, на каждом стенде мы задавали собственный IP адрес и меняли там MAC адрес, чтобы не было, так сказать, чтобы все работало. После того, как мы все стенды развернулись, после того, как у нас проводится экзамен и участники экзамена, студенты все закончили, у нас происходит автоматическая проверка. В чем заключается данная проверка? У нас, получается, используется ткуемит гост-эджинг, который может входить в эти виртуальные машинки. Он парсит все эти виртуальные машины, он собирает с них все данные в реальном времени, и после чего у нас происходит проверка. Например, мы на задании выставили определенное количество баллов. Например, у нас есть первое задание – это настроить хосты. И мы как раз вот у нас, если посмотреть, это фехний скриншот, это он вот тут один, от первого до двадцать девятого он у нас, это все наши стенды. Он, получается, в этот файл собирает все данные с этого стенда. Вот как раз мы можем видеть на нижнем слайде, что вот у нас стенд номер три, и он, это первое, что сделал, он собрал имена хостов виртуальных машин. И как раз у нас происходит проверка, правильно ли студент задал правильно имена хостов. И точно так же в зависимости от задания мы производим проверку, и после чего мы уже выставляем оценку студентам. Это занимает… Обычно мы на экзамен даем где-то три часа, а проверка занимает 15 минут. И получается… А так, если бы это ручками, это нужно было долго все проверять. Плюс у нас… Плюс с каждой виртуальной машины в стенде остается история команд, и что если вдруг возникают какие-то разноглазия, мы можем продемонстрировать студенту, где он что сделал неправильно. Мы уже протестировали эту технологию на экзаменах, таких как администрирование операционных систем, администрирование сетей. Вот. В принципе, у меня на этом все. А, да, вот еще… Да, забыл. Скрипт проверки. Вот как выглядит скрипт проверки. У нас получается… Здесь у нас как раз заданы номера наших виртуальных машин внутри стенда, и как раз вот здесь происходит… Здесь у нас происходит именно эта проверка хостовых имен. Вот. Все, спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Никто не хочет прокомментировать скрипт? А там ведь было несколько ошибок. Ну, кстати, там ошибок достаточно, кстати, много. Орфографических больше всего там. Введите актет. То есть вот это все, конечно, пугает. Рекомендую все-таки что-то сделать с проверкой орфографии. Может, все-таки вопросы созрели. Как-то вот тяжелая ситуация, когда вопросы как-то не созрели. Значит, всем понятно. Возможно, люди не поняли задачу. Ну, или вообще ничего. Ну что ж, тогда аплодисменты. Спасибо. Спасибо за доклад.